Здравствуйте, уважаемые коллеги! Надеюсь, что сегодня все пройдет, как Елена сказала, удачно. Давайте перейдем непосредственно к нашей теме. Информации большое количество, поэтому часть информации в презентации она будет, но я зачитывать ее не буду. Вы сможете скачать себе презентацию и ознакомиться с ней. Это будет такой дополнительный бонус. Сейчас я дам ссылочку на Google Диск, где вы тоже сможете скачать себе презентации, которые вы сможете использовать в своей деятельности. То есть презентации, они созданы без подписи, и вы сможете их немножечко отредактировать под себя и уже непосредственно использовать для работы с детьми и для работы с родителями. Сегодня тема нашего вебинара – это формирование у дошкольников осов безопасности в быту. И эта тема такая широкая. Мы сегодня с вами пройдем основные моменты. Те, кто работает с дошкольниками, те, кто работает со школьниками, вы знаете, да, чуть ли не ежемесячно у нас приходят приказы провести то или иное мероприятие, чтобы сформировать основу безопасности по тому или иному направлению. Это может быть противопожарная безопасность, это может быть антитеррористическая безопасность и так далее. Чтобы легче нам это было делать, я расскажу основные моменты, которые необходимо отметить. Как я уже говорила не единожды, для нас, для взрослых, эти основы безопасности – это уже прописные истины. Для детей, если мы им этого не повторяем, то, естественно, они об этом не знают. Они об этом забывают. И, к сожалению, если так происходит, то потом нам очень сложно что-то изменить. О чем же мы сегодня с вами поговорим на нашем вебинаре? Вопрос нашего вебинара – общее понятие опасности и ЧАЭС, да, что такое у нас опасность, что такое чрезвычайная ситуация. Мы поговорим о безопасности на дороге и о тех играх, которые нам могут помочь для того, чтобы ребенок знал правила и понимал, как вести себя безопасно. Также безопасное поведение в бытовых ситуациях, пожарная безопасность, криминальная ситуация и личная безопасность и безопасность на водоемах. Мы с вами рассмотрим основные моменты, которые необходимо проговорить с дошкольниками, но не только с дошкольниками, да, мы это продолжаем как с дошкольниками, так и с младшими школьниками и дальше, дальше, дальше. И даже мы это проговариваем на всякий случай при беседах с родителями. Следующий момент. Что же такое у нас опасность, да, и давайте рассмотрим основные моменты. Мы все знаем, что мир вокруг нас, такая ситуация складывается, что он не всегда спокойный, добр. Всегда, особенно дети, они менее защищены, они могут встретиться с опасностью. Опасность – это события или действия, которые способны нанести либо вред, либо привести к смерти человека. Люди сейчас уже накопили большое количество знаний о разных опасностях, да, и это может быть о пожарах, отравлениях, бытовых травмах, укусах и так далее. Сегодня мы с вами с ними познакомимся. Существует три правила, которые могут помочь изменить отношение к опасности. Три правила, которые помогут и нам, и детям. Первое – это предвидеть опасность. Если ребенок будет знать заведомо опасные ситуации, то, естественно, он будет менее подвержен им. Следующее – это избегать ее. Если он знает, что тот или иной предмет, игры с теми или иными, допустим, предметами опасны, либо посещение того или иного места опасно, то ему тоже будет легче справиться с этой опасностью. И при необходимости действовать, согласитесь, если мы с вами уже знаем, как действовать в той или иной ситуации, у нас есть уже так называемый свод правил, то нам легче. Наш мозг уже начинает действовать, так сказать, на автомате и начинает применять действия быстрее и качественнее это делать. Есть три типа опасности, которые могут подсерегать нас в жизни. Давайте тоже быстро пройдемся по ним. Первое – это природа. Это свирепые ветры, ураганы, извержения вулканов и землетрясения, гигантские волны, цунами и наводнения. Следующее – это техника аварии, транспорт, пожары, взрывы и так далее. И также, к сожалению, самим источником опасности и очень часто в последнее время это происходит, к сожалению, может стать сам человек. Третий тип опасности – это человек. Давайте рассмотрим с вами следующий момент. Это безопасность на дороге. Одним из первых моментов, которые мы рассматриваем с нашими дошкольниками и с нашими детьми – это безопасность на дороге. О чем же мы с вами говорим? У нас есть три участника дорожного движения. Первое – это автомобиль. Детям, естественно, он не попадается во владение, но он является участником дорожного движения. Следующая – дорога и третье – пешеход. Дети наши, естественно, являются пешеходами. Дисциплина, осторожность и соблюдение правил дорожного движения водителями и пешеходами – основа безопасного движения на улице. Мы все с вами знаем, что водители и транспортное средство, которым они управляют, – это средства повышенной опасности. Да, они несут за это ответственность. Но это не значит, что пешеходы в момент движения по дороге, по тротуарам не несут ответственности. А пешеходы у нас тоже являются участниками дорожного движения, и на них также возлагается определенный уровень ответственности. Какие же наиболее частые причины, нечастных случаев и аварий на улицах и дорогах существуют? Ну, немножечко совсем отступлюсь от темы. Когда готовила вебинар, к сожалению, из моего личного опыта, есть на каждую, наверное, ситуацию, будь это поведение в быту, будь это противопожарная безопасность, будь это нахождение на железнодорожных путях, либо просто на улице, у меня, к сожалению, есть именно случаи, когда дети подвергались этой опасности. Наверное, и у каждого из вас такие случаи есть, поэтому это определяет актуальность нашей темы. Ну, какие же частые причины, несчастных случаев и авариях на улицах и дорогах у нас есть переход через проезжую часть вне установленных для перехода мест. Сейчас, к большому счастью, наше правительство стало именно оборудовать удобные места и места, которые соответствуют нормам для нашей перехода. Но, к сожалению, не всегда наши пешеходы пользуются этими переходами. Также неожиданный выход из-за движущихся или стоящих транспортных средств или других препятствий, мешающих обзору. К сожалению, дети, особенно дети дошкольного возраста, не всегда готовы понять о том, что, ну, во-первых, водитель не всегда их видит, это понимают, не понимают не только дети, но не понимают, к сожалению, и взрослые. И они не всегда понимают тот момент, что транспортное средство не готово, особенно сейчас в зимнее время года, остановиться молниеносно. Вот эти моменты мы тоже с вами проговариваем с детьми и говорим о том, что это необходимо учитывать. И чем раньше мы начнем это делать, чем раньше мы начнем доносить эту информацию до детей, тем больше мы можем сохранить здоровье и жизнь наших детей. Следующий момент – это неподчинение сигналам светофора. Многие, даже взрослые, не говоря о детях, думают о том, что если в зоне их видимости на данный момент нет транспортного средства, то, соответственно, они успеют это сделать быстро. И очень часто случаются у нас именно аварии и дорожно-транспортные происшествия по этой причине, что игнорируются сигналы светофора. И также игры на проезжей части и ходьба по ней при наличии тротуара. Ну, игры на проезжей части даже при отсутствии тротуара, мы все с вами понимаем, что они недопустимы. Естественно, мы это доносим до детей, начиная с дошкольного возраста. А ходьба при отсутствии тротуара тоже подвергается определенным правилам. И мы все с вами это понимаем. Как я уже сказала, есть определенные обязанности пешехода. Сами обязанности зачитывать я не буду. Я уже сказала, что эти правила будут у вас в презентации, чтобы сэкономить время. Мы их просто оставим для изучения. Также, как я говорила, существуют определенные игры, которые могут помочь нам в освоении правил дорожного движения. Какие же это игры? Сейчас несколько игр я зачитаю, разберем мы их с вами. И надеюсь, что вы будете их использовать в дальнейшем в своей деятельности. Первая игра – это «Угадай, какой знак». Задача этой игры – учить детей различать дорожные знаки, закреплять знания детей о правилах дорожного движения, воспитывать умение самостоятельно пользоваться полученными знаниями в повседневной жизни. Мы все с вами знаем, что у нас наше дорожное движение, оно подчинено знаком, опять же, дорожного движения. Что нам нужно для этой игры? Материал. Кубики с наклеенными на них дорожными знаками. Знаки у нас делятся на несколько видов. Знаки – это предупреждающие, знаки запрещающие, указательные и знаки сервиса. Следующий момент. У нас есть три варианта этой игры. Первый вариант – это ведущий, но наш воспитатель приглашает по очереди к столу детей, где лежат кубики. Каждый ребенок берет кубик, называет знак и подходит к детям, у кого уже есть знаки этой группы. Вначале мы с вами можем определить зоны для каждого знака. Допустим, здесь у нас зоны запрещающих знаков, здесь у нас зоны предупреждающих знаков, здесь у нас зоны знаков сервиса и так далее. То есть, таким образом, у нас дети делятся и на группы, и они описывают именно определенный знак. Следующий, второй вариант – это ведущий показывает знак, и дети находят этот знак на своих кубиках, показывают его и рассказывают, что он обозначает. То есть, здесь у нас показывается картинка со знаком, и ребенок, у которого этот знак есть, он должен объяснить его и пояснить. Следующий, третий вариант – это играющим раздают кубики, дети внимательно изучают их. Далее, каждый ребенок рассказывает о своем знаке, не называя его. То есть, группа детей, которая слушает о знаке, слушает его описание, в этот момент здесь дети должны угадать по описанию. Естественно, это делаем мы не в младших группах, это мы делаем, когда дети уже постарше. Это либо подготовительная группа, либо это у нас начальная школа уже. Следующая игра называется «Наши помощники». Рекомендуется для детей старше 4 лет. И играет, естественно, в эту игру. Эту игру мы можем рекомендовать нашим родителям. То есть, мы можем сделать определенную раздаточку и родителям предложить несколько игр, которые я сейчас зачитаю. Первое, это если у родителей есть машина во время поездки или во время прогулки, если машины нет, или когда они идут в детский сад, либо в школу, мы обращаем внимание ребенка на наши дорожные знаки. Их очень важно знать не только водителям, и это мы доносим тоже для детей, но и пешеходам. Они являются нашими помощниками. Мы все с вами понимаем, что не все знаки на дороге предназначены только для родителей. А в пути, пока дети изучают знаки, и мы можем задавать следующий вопрос. Это, допустим, почему мы притормозили перед Деброй, почему уступили дорогу людям, которые переходят улицу, почему машина не выезжает на дорогу, пока мы не проедем, допустим, потому что у нас знак главной дороги, можно распечатать дорожные знаки, предложить родителям это сделать и предложить поразмышлять, что они могут означать для начала, чтобы ребенок сам предположил эти дорожные знаки, что они могут обозначать. Также давать ребенку задание, заметить предложенный знак на дороге и, допустим, указать на этот знак, то есть рассказать, что же это за знак. Следующая наша игра, которую мы тоже можем предложить родителям, но это можно не только делать родителям, это можно делать и в группе воспитателям и педагогам. Игра называется «Светофор», опять же, она для детей старше 4 лет, но здесь не обязательно возрастное ограничение, можно смотреть на уровень детей. Положите перед детьми или ребенком в круги красного, желтого и зеленого цвета, то есть цвета нашего светофора. Возьмите в руки карточки с изображением разных действий. С детьми и со старшим можно произносить эти действия вслух, а не показывать картинки. Допустим, переходить дорогу на красный цвет. И здесь ребенок должен положить картинку на красный круг или поднять круг красного цвета. При этом можно предложить детям комментировать эту ситуацию, допустим, это делать запрещено. Следующая ситуация, которую мы показываем либо на картинке, либо описываем словами, это, допустим, переходить дорогу по подземному переходу. Здесь ребенок поднимает зеленый круг. Или же переходить дорогу, желтый свет, так как переходить дорогу можно с условием, найдя на зебру. То есть мы переходим дорогу по зебре или мы переходим по пешеходному переходу. Необходимо, опять же, донести до детей тот момент, что опасности могут быть не только на улицах, но и во дворах, опять же, в жилых зонах, где дороги не делятся на тротуары и проезжую часть. То есть мы доносим до детей те моменты, что опасность и машины у нас могут находиться в жилых зонах, могут находиться во дворах. Мы все с вами знаем, что есть случаи, когда, к сожалению, травмировали и сбивали детей во дворах при переходе от тротуара к детской площадке и так далее. К сожалению, такие случаи имели место быть. И опять же, если мы с вами, как взрослые, понимаем тот момент, что для нас это естественно, что нужно быть осмотрительным и здесь, то для детей это, опять же, необходимо доносить и это необходимо для детей проговаривать. Потому что если кто, как не мы, взрослые, если мы не донесем до детей эти моменты, то дети просто не будут об этом знать и до них эта информация не будет естественной. Для них не будет эта информация естественной. Но в следующий момент на слайде вы также видите определенные правила, которые необходимо у нас донести до детей. И мы все с вами еще должны донести, к сожалению, исходя из личного опыта, не все даже взрослые понимают этот момент, что при приближении транспортных средств с включенными синим проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом пешеходы обязаны воздержаться от перехода проезжей части, а находящиеся на ней должны уступить дорогу этим транспортным средствам. И незамедлительно освободить проезжую часть. Вот этот очень важный момент, к сожалению, не всегда у нас понимают наши пешеходы. Часто случается так, что срабатывает сигнал пешеходного перехода и пешеходы у нас не обращают внимания на транспортные средства, которые имеют определенные специальные сигналы и проблесковые маячки. Очень часто пешеходы продолжают движение, что также может привести к травмированию или даже к смерти пешехода. Следующий немаловажный момент у нас довольно-таки такая большая страна, у которой большое количество железных дорог и правила поведения эти тоже есть. Мы все с вами понимаем, что железная дорога не место для игр. Сейчас на слайде вы видите тоже определенные правила, которые необходимо проговаривать с детьми. Естественно, ребенок-дошкольник у нас не будет один находиться на железнодорожных путях, но все равно при этом он должен знать определенные правила. Эти правила вы можете также взять со слайдов. Следующая игра, которая может помочь вам, это «Мой безопасный путь». Игру эту можно дать задание разработать вместе с родителями. Здесь какие у нас плюсы? Совместная деятельность с родителями. Это могут быть и бабушки, дедушки. И здесь у нас большой плюс того, что ребенок будет готов к определенным моментам. Естественно, детей дошкольного возраста мы не отпускаем одних домой. Но к сожалению, бывают такие моменты, что ребенок потерялся или ушел самостоятельно. К сожалению, тоже такие случаи бывают. Для этого, чтобы была его жизнь более безопасной, можно разработать такую карту, как «Мой безопасный путь». Здесь дается задание разработать безопасный путь. Это не обязательно, что ребенок у нас будет ходить один. Естественно, он этого делать не будет, но он должен правильно и безопасно двигаться даже со взрослым. Ребенку предлагается, как я уже сказала, это более для старших детей, разработать безопасный путь. То есть ребенок разрабатывает дорогу от своего дома до сада по безопасному маршруту и проговаривает его вместе с родителями. Вот таким вот образом можно тоже затеять такую игру. Следующее, что еще может нам помочь в том, чтобы наша деятельность была наиболее интересной. Здесь мы можем использовать следующие игры. Какие же это у нас игры? Первое это наклейки, которые мы можем также использовать. Также у нас есть целый портал для детей. Это уроки тетушки совы. Наверное, все из нас пользовались этими уроками. Называется этот портал у нас «Азбука безопасности на дороге». Если кто-то из вас не знаком, рекомендую познакомиться. Очень интересная подача материала и в мультипликационном формате дети воспринимают, мы все с вами понимаем, что это намного легче, чем мы просто будем доносить до них правила. Также есть цикл серий смешариков. Вы видите, кусочек у нас, фрагмент внизу нашего слайда. Там в мультипликационном формате тоже доносится до детей, как правильно вести себя на дороге. Также существует из серии это 3+, раннее развитие, но здесь можно давать деткам немножечко и постарше умные карточки. Карточки представляют собой тоже ситуации определенные, где ребенок должен рассказать, насколько безопасна эта ситуация и насколько она допустима на дороге. Также обучающий планшет опять же из серии уроков тетушки совы, вы в правом верхнем углу видите его, это азбука безопасности на дороге. Тоже если есть такая возможность его приобретения, он очень хорошо помогает в этой деятельности. и то, что положено знать, да, знаки у нас уже готовые, есть тоже в продаже, внизу видите такой формат игры. Это не реклама, но хотелось бы поделиться с вами теми моментами, которые пользуемся самостоятельно. Также очень хорошо приветствуются и детям очень нравится это всевозможные игры и квесты. Какие же это могут быть игры и квесты? Это привлечение сотрудников ГАИ нашей автоинспекции обычно, ну, допустим, в нашем городе они всегда идут навстречу, они приезжают и проводят определенные мероприятия. Возможно и у вас это точно также можно организовать. Это большой плюс и им и вашему учреждению. Следующий момент это квесты, различные игры, которые организовываются непосредственно в самом детском саду. И также создание таких интерактивных планшетов, интерактивных моделей, да, вот вы видите внизу у нас картинка. Мы можем, допустим, создать безопасный маршрут, как мы видели до этого рисунок, карту. Или же мы можем уже предложить родителям и детям, которые постарше, создать макет нашей безопасной дороги, что тоже будет таким положительным моментом для детей. Следующий момент, который мы с вами рассмотрим, это поведение, опять же, безопасное поведение в ситуациях, когда у нас звучит сигнал внимания всем. Какие же моменты и что же мы должны донести до наших малышей, когда слышен сигнал внимания всем. Здесь мы должны обратить внимание, что этого сигнала бояться не нужно, а необходимо четко, если это у нас детки постарше, они это понимают лучше, четко следовать инструкциям нашего сигнала и четко следовать инструкциям взрослых. Несколько правил, которые можно использовать в беседе с малышами. Важно объяснить им, что происходит кратко, используя слова, подходящие для их возраста. То есть дети должны понимать, о чем мы с ними говорим. Важно обращать внимание на эмоции детей. Важно отметить, что волнение и тревога это естественный случай в такой ситуации, что их просто нужно принимать. Можно помочь ребенку связать его чувства с его поведением. Например, то, что ребенку тяжело заснуть, связано с тем, что он волнуется и боится. Мы как взрослые должны снизить уровень боязни и снизить уровень волнения. Также необходимо объяснять ребенку, что эта ситуация и вас заставляет волноваться, что он в этой ситуации не один, но у вас есть все необходимые знания и возможности, чтобы защитить ребенка и себя. То есть ребенок должен понимать, что да, вы тоже волнуетесь, он волнуется, но при этом он находится под защитой, чтобы его эмоциональное состояние стабилизировалось. Этот момент тоже необходимо отметить. Также необходимо доносить до детей какие же моменты укрытия, где он может укрыться в этих волнующих ситуациях. Что не подходит для укрытия, где мы не укрываемся, это мы доносим для детей. Это подъезды ветхих зданий, даже небольшие пристроенные сооружения от многоэтажных домов следует отойти хотя бы на 30-50 метров. Также места под разной техникой, это не должны быть грузовики, это не должны быть автобусы. Никогда не следует прятаться снаружи под стенами современных зданий. От взрывной волны могут падать и стекла, это не менее опасно, чем какие-то осколки от каких-либо снарядов. Иногда люди инстинктивно прячутся среди каких-то контейнеров, ящиков, стройматериалов и так далее. Здесь подсознательный рефлекс спрятаться и не видеть. Очень часто это, естественно, делают дети, они по размеру у нас меньше и у них это получается естественно лучше. Но необходимо донести, что это ошибка опасна тем, что вокруг могут быть и легко воспринимающиеся предметы и здесь риск оказаться среди внезапного пожара. Где же мы можем спрятаться и что мы доносим до детей? Это специально оборудованное убежище, это подземные переходы, если есть в городе метро, это идеальный вариант, в любой канаве, траншеи или яме, а также широкая труба водостока, но не стоит залезать в нашу трубу слишком далеко и также мы с вами можем использовать канализационные люки. Следующий момент, который мы с вами рассмотрим, это безопасность в бытовых ситуациях. быт наш подстерегает нас ежедневно и первое, что мы с вами рассмотрим, это безопасное поведение с электричеством. Здесь мы доносим до детей основные правила, правила я, опять же, зачитывать не буду, потому что в презентации вы сможете их посмотреть. Какие же игры мы с вами можем использовать для того, чтобы закрепить эти наши правила? Первая игра это подбери игрушку Танюшки. Здесь задача нашей игры закреплять представление о предметах быта, которыми можно или нельзя играть, также развивать внимание и воспитывать чувства взаимопомощи, то есть мы помогаем нашей Танюшке. Здесь что же у нас необходимо, какие материалы нам необходимы? Это игровая карта с изображением девочки и веселых человечков, и также картинки с изображением различных предметов, быта и игрушек. А ход игры, что же мы предлагаем? Воспитатель предлагает помочь нашей девочке Танюшке выбрать из предметов, показываемых веселыми человечками, в те, которые можно играть. И мы должны объяснить, почему нельзя играть с остальными предметами, какую опасность они могут нести. Следующая игра «Раз, два, три», «Что может быть опасно? Найди». Какие же задачи у нас у этой игры? это закреплять представление об источниках опасности в доме, развивать сообразительность, внимание, воспитывать чувство товарищества. Правило здесь у нас не толкаться, не отбирать предметы друг у друга. Какие же у нас материалы необходимы для этой игры? Макет или игровой уголок с предметами домашнего обихода. И здесь у нас могут быть поощрительные призы, это могут быть фишки или картинки. Как же мы с вами играем в эту нашу игру? Здесь воспитатель или ребенок отворачивается считает от 3 до 5 при необходимости до 10. А дети за это время должны взять в макете или на игровом уголке те предметы, которые по их мнению могут быть опасны для них. И после чего каждый ребенок должен объяснить почему этот предмет опасен и почему мы с ним не играем. Следующая игра это что мы знаем о вещах. Задача здесь расширять представление детей о правилах безопасности поведения в быту, развивать внимание, память и воспитывать чувство сотрудничества. Какие же материалы у нас здесь с вами нам необходимы? Это 4 игровые карты с изображением пореза, ожога, ушиба руки и пожара. картинки с изображением различных бытовых предметов. Как мы играем в эту нашу игру? В игре принимает участие 4 ребенка, каждый из них берет себе по игровой карте с изображением травмы. здесь мы можем увеличить число участников, тогда увеличивается число карточек. Воспитатель в дальнейшем это может быть и ребенок является ведущим, он поднимает картинку с изображением предмета, а участники должны догадаться к какой травме может провести неправильное обращение с этим предметом и соотнести со своей картинкой, взять картинку. Это можно опять же делать с группой детей, как я уже сказала, или же мы выбираем несколько детей. При отборе ребенок должен объяснить, чем опасен тот или иной предмет и рассказать правила обращения с ним. Следующий момент, который мы должны с вами отмечать, это меры безопасности при пользовании водой. Здесь их тоже вы видите на экране и они будут у вас в презентации. Следующий немаловажный момент, который тоже необходимо осветить, это безопасность и компьютер. К счастью или к сожалению, гаджетизация она плотно очень входит в нашу деятельность, от нее мы никуда не уйдем, поэтому запрещать пользование компьютером, мы все с вами понимаем, что так или иначе все равно дети будут пользоваться компьютером, они будут это делать и опять же мы с вами должны проговаривать определенные правила для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье наших детей. Еще есть определенные правила, это несколько советов как уберечься от случайных травм в повседневной жизни. Эти правила также мы с вами проговариваем с детьми и они должны уже в дошкольном возрасте понимать к чему могут привести нарушение этих правил. следующее о чем мы говорим с вами вот ссылочку что я дала там прям есть будет блок папка целая по пожарной безопасности пожаром называется неконтролируемый процесс горения уничтожающий материальные ценности и создающий опасность для жизни людей до детей мы должны донести тот момент что пожар легче не допустить чем потушить то есть когда он начался у нас уже меньше к сожалению возможностей его ликвидировать лучше чтобы у нас не было нашей опасной ситуации мы этого не делаем а также мы должны четко выработать действия в том случае если пожар уже начался к большому счастью у нас сейчас есть единый телефон службы спасения это 112 и этот телефон мы все с вами понимаем что дети должны знать паника это плохой помощник в любой сложной обстановке то есть если у нас человек паникует то он уже что-то делает то есть какие-то действия уже скоординированные ему будет очень сложно сделать какие игры можно использовать когда мы с вами говорим об огне но всевозможные квесты которые о которых я говорила ранее тоже можно сделать в этом направлении но еще существует такая игра которую вы можете провести в группе хочу с вами ей поделиться это огонь и вода детям от 3 до 7 лет полезно прочитать кошкин дом самуила яковлевича маршака или же путаницу корнея иванова чуковского а после можно поиграть в такую интересную подвижную игру называется она огонь и вода в эту игру особенно интересно играть в компании участникам сзади за пояс одежду вкладывают красные ленты это наш огонь а двум ведущим это голубые ленты или желтые это может быть у нас вода или может быть желтый у нас песок их повязывают на руки по сигналу взрослого дети с голубыми лентами или желтыми как можно быстрее догоняют и собирают красные ленты то есть собирают ленты с разбегающихся детей таким образом мы с вами объясняем что мы тушим пожар следующий блок это криминогенные ситуации и личная безопасность к сожалению сейчас у нас тоже очень много случаев именно связанных с криминогенными ситуациями и с нарушением личной безопасности что же такое криминогенная ситуация это ситуация уголовного характера который у нас относится к преступлениям существует несколько категорий наших нарушителей порядков и нарушителей типов опасного человека следующий момент есть два варианта к большому сожалению дети могут делиться на два типа первый тип я сейчас зачитаю что же это за дети и этот тип менее подвержен именно криминогенным ситуациям это ребенок может сказать нет взрослым может отклонить вызов сделать что-то на спор может распознать и сказать нет если прикосновения чужих людей его смущают рискнет устроить скандал чтобы при необходимости привлечь внимание может если понадобится позвонить в полицию или службу спасения то есть стесняться он не будет откажется от презента взрослого расспрашивает взрослых о намерениях и не доверяет им слепо никогда не будет хранить от вас тайну особенно касательно взрослых знает правил безопасного поведения с незнакомцами на случай угощения знакомства ухода прикосновения и будет реагировать если его границы нарушаются вот этот момент к сожалению у нас есть поисковые службы которые проводили такой вот как бы эксперимент сколько детей уйдет с незнакомцем одна из девушек этой службы из 10 детей смогла увезти 9 то есть 9 детей спокойно уходят с незнакомцем из 10 мы все с вами понимаем насколько это опасно а также знает ребенок что делать если потерялся или заблудился то есть у него есть определенная последовательность определенное правило и распознает уловки сексуальных насильников и похитителей и может противостоять им а ребенок у которого есть вот эти вот критерии в поведении он менее подвержен нашим криминогенным ситуациям а также если ребенок ну второй вариант это ребенок с таким поведением наиболее подвержен криминогенным ситуациям он поддается на уговоры взрослым ведется на провокации на слабо ищет или принимает ласку от большинства взрослых не станет привлекать внимание или просить людей о помощи то есть постесняется это сделать не знает как позвонить в полицию или службу спасения а также примет угощение или игрушки от постороннего взрослого с легкостью доверяет чужим взрослым будет хранить что-либо в тайне если его пригрызят или запугают очень боится или наоборот слишком дружелюбен с незнакомцами не знает что делать если потерялся или заблудился и может быть обману типом добившихся его доверия или его уважения это вторая категория детей на эту категорию детей мы с вами естественно больше обращаем внимание и отрабатываем эти моменты какие же игры мы с вами можем использовать первая игра и я тоже задача этой игры развивать у детей сообразительность чувство юмора закреплять правила поведения в общественных местах ход игры здесь у нас воспитатель начинает рассказ в том месте где он остановился дети говорят и я тоже если эти слова подходят по смыслу допустим я вышел на улицу дети говорят и я тоже там очень много детей мне понравилась машинка мальчика да я подошел и забрал но здесь мы понимаем что так вести себя нельзя и дети фразу и я тоже произносить не должны следующая игра это пригласи мишку в гости здесь у нас цель закрепить знание домашнего адреса учить правилам приглашения гостей но опять же нужно оговаривать о том что это мы говорим в определенных ситуациях когда нам это необходимо то есть не каждому встречному мы разглашаем наш адрес цель закрепить знание домашнего адреса учить правилам приглашения гостей материал это дома построенные детьми из строительного материала если есть такая возможность или же конструктора и игрушка медвежонка игровые действия у нас здесь каждый ребенок выбирает себе дом и вежливо приглашает к себе в гости медвежонка называя ему свой адрес следующая игра игра называется по дороге когда идете вместе в детский сад эту игру мы опять же предлагаем родителям мы обращаем внимание на объекты мимо которых мы проходим с ребенком это может быть детская площадка дерево остановка и обсуждаем по каким ориентирам малыш может узнать свой дом подъезд этаж квартиру и так далее предложить ему отвезти вас к дому самому то есть ребенок сам показывает дорогу не вы показываете ему и вы притворяетесь как будто бы вы забыли дорогу или же мы вместе показываем эту дорогу нашей любимой игрушке также можно предложить сейчас как я уже сказала боджетизация входит в нашу жизнь это сделать фотографии и предложить ребенку разложить их в нужном порядке допустим дорога от дома до сада дорога от сада до дома и показать название улицы номер дома где указана эта улица как указывается адреса на здании и объяснить с какой стороны правильно считать подъезд на какой табличке указан его номер и на лестничной площадке ему важно объяснить номер этажа также мы с детьми проговариваем правила личной безопасности которые тоже очень важны и еще очень такая игра интересная для детей и очень полезная эта игра называется секретики дети любого волшебства очень любят секретики можно использовать эту особенность во благо безопасности придумайте свой пароль простое кодовое слово которое будете знать только вы и договориться что если ребенок там допустим остается дома один что если кто-то будет звонить дверь и просить открыть или просит от вашей от вашего имени помощи очень часто у нас бывают моменты когда незнакомцы подходят и говорят что там тебя мама зовет или так далее мы или предлагают ребенку куда-то пойти то ребенку нужно спросить ваше тайное слово только после того как незнакомый взрослый может назвать это тайное слово то мы говорим о том что человеку с этим кодовым словом мы можем доверять также мы с вами проговариваем моменты о личной безопасности дома о том как себя вести дома и о чем мы с вами говорим следующая игра можно ее использовать с детьми от 3 лет она очень похожа на игру съедобная несъедобная наверное многие если нас помнят эту игру по аналогии с ней можно организовать игру можно нельзя у нас здесь ведущий бросает мяч произнощая различные фразы ребенок ловит или отбрасывает мяч от себя в зависимости от их значения например играть возле проезжей части мы все с вами понимаем что мяч отбрасывает допустим открывать дверь незнакомству спрашивать кто звонит в дверь здесь мы естественно ловим мяч в этой игре малышу полезно меняться местами с родителями или с воспитателями и самому быть ведущим то есть самому придумывать ситуации которые могут быть полезны и которые могут быть опасны для ребенка также есть определенные правила определенные рекомендации по безопасному поведению в общественных местах где проводятся массовые мероприятия сейчас существует масса таких больших глобальных мероприятий и приходя с ребенком на это мероприятие не только мы должны с вами соблюдать эти правила но и ребенок тоже должен соблюдать эти правила опять же вы видите их на слайдах и также еще важно проговаривать такую тему как взрывные устройства для того чтобы не стать жертвами взрывов необходимо знать ряд признаков взрывных устройств и мы опять же доносим до детей что это могут быть бесхозные вещи это могут быть игрушки и мы доносим до детей тот момент что мы не пользуемся этими вещами мы сообщаем естественно взрослым следующий момент который тоже как я уже говорила очень часто у нас приходят приказы о том что необходимо провести беседу необходимо провести инструктаж по безопасности на подаемах какие же игры мы здесь с вами можем использовать это безопасная вода игра включает в себя набор карточек на которых изображены различные ситуации которые могут происходить на воде часть из них опасна а другая нет для игры понадобятся прищепки двух цветов красная это опасная ситуация и зеленая это безопасная ситуация здесь у нас ситуации можем распечатать картинки не только на воде но и касаемо да там допустим железнодорожных путей касаемо просто поведение да в быту поведение на дороге и так далее но вот с водой мы можем точно так же сделать карточки правила игры воспитатель показывает карточки рассказывает о правилах поведения на воде а дети рассматривают иллюстрации обсуждают ситуацию рассуждают правильно или нет поступают о картинках дети и взрослые и отвечая на вопрос можно или нельзя так себя вести на воде да дети у нас прикрепляют наши прищепки на ту или иную картинку далее у нас есть правила поведения на воде да которые тоже оглашать не буду вы можете их прочитать и последнее это у нас сейчас зимнее время года это правила безопасного поведения на замерзших водоемах к сожалению сейчас опять же большое количество детей которые ну лед это всегда у нас развлечение но не всегда к сожалению безопасное развлечение да если это у нас водоем то опять же мы должны донести до детей определенные признаки да по которым мы отслеживаем насколько безопасный лед естественно мы доносим для детей тот момент что игры на льду да передвижение на льду у нас небезопасные но если уже есть такая необходимость то необходимо соблюдать правила да и также помнить что водоемы это не только место для отдыха да но и место повышенной опасности для человека а также казалось бы да что у нас там дошкольники они маленькие они одни там в такие места не ходят нет мы должны опять же донести порядок действий если ребенок провалился под лед да какие моменты мы должны осветить это 4 5 таких основных моментов да не следует беспорядочно барахтаться наваливаться всей тяжести тела на кромку льда необходимо опираться и передвигаться в горизонтальном положении вытаскивать поочередно ноги постараясь стараться не делать резких движений да и после нахождения в воде мы доносим для детей тот момент что важно как можно быстрее найти теплое помещение добраться до теплого помещения но основные моменты да такой вот как бы очень много информации как я уже сказала по этим всем мероприятиям если какие-то темы нужно раскрыть наиболее полно то вы можете оставить пожелания в комментариях сейчас я еще разочек скину ссылку на презентации которые вы можете использовать и скачать для себя ссылка будет открыта еще три дня да вы можете ее скачивать и пользоваться этими презентациями презентации там как для детей так и для родителей надеюсь что они будут вам полезны но на сегодня у меня все надеюсь вебинар был интересен и полезен опять же повторюсь если какую-то тему необходимо раскрыть наиболее полно и недостаточной информации вы можете оставить пожелания в комментариях но на сегодня у меня все ой сейчас минуточку вкладка вопроса сейчас какие уроки безопасности в быту являются наиболее так сейчас для понимания дошкольниками смотрите здесь уроки безопасности они могут быть сложны в понимании в том моменте только как мы с вами доносим информацию мы все с вами понимаем что чем больше мы допустим доносим зрительную информацию слуховую если мы прорабатываем эти моменты то естественно у нас дети воспринимают эти правила наиболее легче то есть мы все стараемся во-первых проиграть на практике а второй момент в игровой деятельности какие препятствия могут непосредственно после vois не ます как и что Vai Продолжение следует... Продолжение следует... Эти моменты очень точно и ясно. Так, ну, я надеюсь, что на вопросы я ответила. Сейчас еще разочек... Пожалуйста. Если есть еще вопросы, вот буквально полминуточки. Не все хорошо у меня со связью. Ну, наверное, будем завершать наш сегодняшний вебинар. Еще раз повторюсь, надеюсь, что информация была интересна и полезна. Что-то вы можете взять с этой презентацией, что-то вы можете взять с презентацией, которая есть на Google Диске. Поэтому рекомендую ее скачать. На сегодня у меня все. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...